МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Подводим итоги пятницы в студии. Олег Витанзейский. Мы начинаем. Общественную палату возглавила старший редактор телеканала «Север» Мария Крупенькина. Вопрос об избрании председателя коллегиального совещательного органа рассматривался накануне. Во время обсуждения на пост председателя были выдвинуты две кандидатуры. По результатам открытого голосования пять членов общественной палаты поддержали кандидатуру индивидуального предпринимателя Татьяну Антипину. 12 проголосовали за Марию Крупенькину. Заместителем председателя была избрана директор Центра развития бизнеса Ненинского округа Ирина Тихомирова. Я за деятельностью общественной палаты была немножко грустно, потому что в других регионах она очень активно работает. Проводятся различные форумы, круглые столы, мероприятия разного уровня. У нас же ничего подобного здесь не проходило, не проводилось. Я первым делом, чтобы сделать, надо начать программу нашей работы, четкий план действий, приоритетные какие-то вопросы подняла. Председатель общественной палаты также отметила, что приложит все усилия для того, чтобы общественная палата Ненинского округа перестала быть формальным органом, отметив, что задача общественной палаты быть независимой, но объективной структурой, близкой и понятной жителям округа. Бюджеты муниципалитетов пополнят новые отчисления. Депутаты окружного собрания приняли поправки в окружной закон о нормативах отчисления от налогов и бюджета муниципальных образований НАО. Речь идет о налоге, взимаемом в связи с применением упрощенной системы налогообложения. До конца 2017 года этот налог зачислялся только в окружной бюджет по нормативу 50%. В ноябре 2017 года депутатский корпус принял решение об отчислении 25% бюджета и муниципалитетов. На прошедшей сессии принято решение передать все 50% налога, поступающего в округ, муниципалитетам. В целях стимулирования муниципальных образований к собственному развитию, увеличению налогоблагаемости базы и улучшению качества работы с налогоплательщиками в части малого бизнеса на их территории. Предлагается установить с 1 января 2019 года единые нормативы отчисления от налога, предусмотренного упрощенной системой налогобложения местной бюджеты в размере 50% от налога, в результате чего полный объем отчислений от УСН перераспределится в пользу доходов муниципальных образований округа. Согласно информации, представленной разработчиком проекта, прогноз поступления данного налога в консолидированный бюджет округа на 2019 год составит 63 миллиона рублей. Финансовая устойчивость региональной системы капитального ремонта повысит. На очередной сессии собрания депутатов принят ряд изменений в окружное законодательство, регулирующая сферу капитального ремонта многоквартирных домов. Изменения вносятся с целью приведения окружных законов в соответствии с действующим законодательством РФ и повышение финансовой устойчивости региональной системы капремонта. В частности, в приоритетном порядке финансироваться из фонда будет ремонт газовых сетей и лифтового оборудования многоквартирных домов, что непосредственно влияет на безопасность проживания граждан. Также определен порядок исполнения бывшим наимодателям обязанности по приведению капремонта домов, если на момент приватизации жилого помещения он не был проведен. Второй блок изменений направлен на повышение финансовой устойчивости региональной системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, повысить уровень финансовой устойчивости системы капремонта, рекомендованной Министроем России по результатам мониторинга. Для этого необходимо либо увеличить размер господдержки, либо уменьшить перечень работ, финансируемых за счет фонда капремонта. В связи с особенностями региона и большим количеством деревянных домов в округе был установлен более широкий перечень работ, чем это предусмотрено федеральным законодательством. Представленным законом профильный департамент предлагает некоторые работы, утепление и ремонт фасадов и чердачных перекрытий, установку приборов, учеты и ремонт выгребных ям финансировать из бюджета Ненецкого округа, а не из бюджета фонда. Заявления на путевку мать и дитя начнут принимать с 20 ноября по 20 декабря. Право на данный вид господдержки дается раз в два года. Путевки предоставляются детям Ненецкого заполярья в возрасте от 4 до 9 лет включительно, имеющим третью, четвертую или пятую группу здоровья и нуждающимся по медицинским показаниям в санторно-курортном лечении. На получение окружной путевки могут рассчитывать семьи при условии, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратной причины прожиточного минимума, установленной в НАУ в расчете на душу населения. Путевка оплачивается полностью, в том числе и сопровождающему одному из родителей или лицу, заменяющему родителей. Заявление на получение путевки и необходимый пакет документов направляется в отделение социальной защиты населения путем личного обращения по почте через портал гос- и муниципальных услуг, либо МФЦ. Также в течение месяца, начиная с 20 ноября, будут приниматься заявления от родителей на санторно-курортное лечение детей в возрасте от 10 до 15 лет, включительно в составе организованной группы. Условия предоставления путевок в оздоровительные лагеря совпадают с требованиями для получения путевок мать и дитя. Дети отправляются отдыхать группой, их сопровождение осуществляется на весь период выздоровления. Добавлю, что в этом году путевкам мать и дитя отдохнули и оздоровились 175 детей и 153 сопровождающих санаторий Дилуч-Анапам. Причем, исходя из потребностей, было закуплено 348 путевок. 20 из них остались невостребованы по причине отказа заявителей. Организованной группой прошли курс лечения. Всего два подростка не побывали в санатории Тимрюк в Анапе. В поселке Искатели сегодня торжественно открыли очередную детскую площадку и возвели на улице Тиманская в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда». О новом игровом комплексе расскажет Александра Дедкова. Новенькие горки, качели и карусели. Юные жители поселка Искателей уже успели оценить и опробовать их на себе. Помимо игровых объектов, подрядчики установили новые фонари, урны, скамейки и уложили травмобезопасное покрытие. На строительство детской площадки по улице Россихина было потрачено около 2 миллионов рублей, в том числе 550 тысяч из федерального бюджета. По словам главы муниципалитета Григория Казаченко, подобными площадками для детей должен быть оборудован практически каждый двор поселка. Мы будем стараться, конечно, делать все площадки, охватить все территории, особенно дома, которые в кирпичном исполнении, конечно, нужны площадки, нужны спортивные площадки. Я думаю, что школа будет строиться, у нас будет свой спортивный городок, там, в районе нашего стадиона, где танк, поэтому, ну и плюс квартальная еще, плюс на фахеле нужно установить спортивную площадку хорошую, такую, чтобы вся территория муниципального образования, я имею в виду поселка Искатели, была охвачена такими сооружениями. Также в ходе работы было выполнено озеленение прилегающей территории и дополнительное благоустройство. Порядка миллиона рублей ушло на площадку по улице Тиманской. Из них 27 тысяч из муниципального бюджета. Все работы выполнены в срок. Здесь комплекс работ, да, если вы посмотрите, здесь и ограждения, и лавочки, и сами сооружения детской площадки, и специальное покрытие устойчивое, ну сейчас снег, сейчас вы его наблюдать не можете. То есть это все входило в комплекс муниципального контракта. А также одним из условий было участие жителей, то есть жители нам помогают, уборка территории, в чем-то помощь принести, унести. То есть в комплексе создается такой замечательный объект для наших детей. Всего таких объектов в поселке Искатели в этом году удалось построить шесть. На общую сумму чуть больше 13 миллионов рублей. Это стало возможным в рамках реализации программы формирования современной городской среды, обязательным условием которой является участие жителей в благоустройстве. У нас здесь проживают дети, ну и попросили ко мне, внуки сюда приходят отдыхать, мы просили еще Гориса Коваленко, и вот у нас появилась такая площадка. Она здесь кстати, здесь сейчас нет, будут выходные, здесь будут дети, но мы по утрам выходим сюда делать физзарядку, нам просто она необходима. Ну и желаем, хотели, чтобы вот у нас, можете показать, какая поляна, здесь собирается много народу, играем мини-футбол. Эту территорию муниципальные власти намерены облагораживать в следующем году. Здесь планируется обустроить зону отдыха. Александра Литкова, Владимир Рожин, Леонид Шишелов, Телеканал Север. 10 ноября полицейские отметят День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Сегодня, накануне праздника, руководство личный состав и Совет ветеранов Управления МВД России по Ненецкому округу подвели итоги конкурсов и соревнований. Поздравили сотрудников, ветеранов, пенсионеров и членов семьи с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Праздничное мероприятие ко Дню полиции начинается с награждения юных участников творческого конкурса детского рисунка на тему «Мои родители работают в полиции». Начальник УМВД Олег Яковлев вручает юным художникам грамоты и сладкие призы. Отборочный этап этого всероссийского конкурса проходил в середине октября. Участие в нем приняли дети сотрудников ОМВД от 6 до 14 лет. Шестилетний Дима Бурлака изобразил маму инспектора по делам несовершеннолетних. Ну, а там сначала надо ходить без преступников. А много мамы поймала преступников? Да. В рисунке была изображена мама, и так как я инспектор по делам несовершеннолетних, также были два ребятенка рисованы с полицейской машиной. У нас такое направление с несовершеннолетними, и вообще служба в органах внутренних дел, она трудна и опасна. Следующими заслуженные награды и призы получают участники спортивного конкурса «Здоровая полиция. Сильная Россия», организатором которого выступила Ненецкая региональная общественная организация «Динамо». В соревнованиях приняли участие 10 команд. Лучший результат показала команда внутренней службы, став победителем соревнований уже во второй раз. Поздравляю. Если следующий год выиграешь, уже будешь абсолютным чемпионом. Наверное, только участвует сам. Сейчас. Больше всех потянулся, наверное. Да, верно. За добросовестную службу и достигнутые успехи Олег Яковлев наградил ряд сотрудников личного состава. Хотелось бы вот дальше, но с вами так же плотно работали. Накануне профессионального праздника полицейских напутствовали ветераны службы. «Самое главное, чтобы честь и достоинство соблюдать, чтобы относиться к людям по-человечески, кто бы перед тобой не был правонарушитель, преступник или просто посторонний человек. Но самое главное, иногда ведь даже человека просто выслушать надо, подсказать ему что-то, увидеть в нем какие-то положительные стороны. Естественно, преступников надо наказывать, от этого не уйдешь. Но все равно какие-то чувства в них пробуждать. Ну и самое главное, конечно, сотрудникам, действующим сотрудникам органов внутренних дел. Я желаю верить в свои силы, надеяться на надежное плечо друга». Ольга Руслова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Более 50 тысяч рублей получили жители округа за добровольную сдачу оружия. По информации Росгвардии, с начала текущего года жители региона добровольно сдали 13 единиц огнестрельного оружия. Это почти на 86% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Бывшие владельцы нелегальных арсеналов не только избежали уголовной ответственности, но и получили в общей сложности 52 тысячи рублей. Таков промежуточный итог действующей в регионе комплексной программы профилактики правонарушений. В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, наказание за незаконный оборот оружия включает лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом до 200 тысяч рублей. Поэтому все больше нарушителей закона предпочитают добровольно расстаться с незарегистрированной винтовкой, получив взамен освобождение от уголовной ответственности и денежное вознаграждение. Вознаграждение за одну единицу огнестрельного или газового оружия составляет от 2,5 до 15 тысяч рублей, в зависимости от модели. Для участия в программе достаточно обратиться в Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, в дежурную часть полиции или к участковому. Сообщить о нелегальном оружии также можно по телефону 02-102 или 112. Затем необходимо подать заявление в отделение социальной защиты населения Ненецкого округа. И в завершении выпуска «Богатырская сила. Традиционное мастерство и народная мудрость» в столице Заполярья прошел традиционный конкурс мужской культуры «Нилы Камшиты». Организаторы уникального состязания «Этнокультурный центр Ненецкого округа» уже в четвертый раз собирают почитателей славянской культуры. За эти годы ребята-конкурсанты работали в кузнице, запрягали лошадей, меряли силы, играли на ложках и даже танцевали кадриль. Какие испытания ждали в этом году русских парней, узнала Любовь Пермякова. Сегодня в Ненецком аграрно-экономическом техникуме было шумно, и виной тому состязание не лыком шитым. Четыре добрых молодца выполняет экспромт-разминку. Дело мастера боится. Необходимо забить гвоздь в брусок, да так, чтобы ровно было и жюри понравилось. Вообще в меню соревнования не лыком шиты было множество испытаний и на любой вкус. Один из самых интересных – визитная карточка. Здесь юноши знакомили с традициями и реликвиями своей семьи. Один из них – студент Ненецкого профучилища Захар Паньков. Эта реликвия досталась моей маме от ее бабушки. А и той досталась от ее бабушки, получается. Ей около двухсот лет, может, больше. У меня дедушка приехал, получается, в 1910 году поставил первый дом на реке Коловы, основал поселок Харивер. Еще один конкурс актерского мастерства «Мой дом, моя воля», где ребята разыгрывали сценки с обрядами. Здесь было и сватовство, и народный этикет за столом, и сундучок с приданным. Кстати, Ильянка Братова свою куклу отдала. Любимую. О, видишь. Давай еще новую себе сплету. Любит, видать, сестру. Молодец. Так. Сиди. Ну, я же купил. Настенька наша, красавица. В обрядовой сценке «Сундучок с добром» хорошие актерские данные показал десятиклассник из третьей школы Матвей Миролюбов. Скорее всего, потому что это корни. У нас очень много талантливых людей. Бабушка писала, любила писать стихи. Прабабушка, чистушки писала. Папа тоже писал стихи, а также картины писал. У него была здесь выставка на Рейдмаре. А раскрылся, можно сказать, только в прошлом году. В школе проходил концерт и рассказал стихи. И очень удачно. После этого пошла, можно сказать, моя актерская жизнь. Я начал участвовать в театральном кружке. Помимо театрализации, Молодцев ждал еще один конкурс. Нужно было показать мастерство кладки кирпича. Я сегодня оцениваю кладку кирпичом. Кирпичом. Ребят дали. Пробные занятия провели с ними. Объяснили все азы, навыки. Сейчас ждем, что они сумеют выложить. Оценится толщина шва. Раз. Как подушка положена. Два. И третье, значит, как кирпичики выложены. Ровно, с наклончиком или в какую сторону. А раньше для мужчины русского это было обязательное умение? Обязательно. Обязательно. В каждом доме была печь. У каждого в бане печь была. И сам должен ремонтировать. Иначе, если кого-то со стороны звать, это очень-очень-очень накладно. И с этим заданием ребята справились, тем самым положив в копилку новые баллы. По итогам всех испытаний победу в конкурсе одержал Матвей Миролюбов. Серебро досталось Панькову Захару, третье место – Игнату Карипанову. Но, как отметила жюри, в этом конкурсе проигравших нет. Ведь главная цель не лыком шиты – сохранение культуры, традиций и тех ремесел, которыми владели мужчины славянского мира. А их ребята уже освоили. Любовь Пермякова, Антон Водряков, телеканал «Север». На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее прогноз погоды, хороших выходных и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok